Дорогие друзья, это Дмитрий Гастин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет о моем любимом Фазиле Искандере. Слушайте, Фазиль Абдулович Искандер это какой-то абсолютный классик. Это монументальный писатель. Десять томов его собрания сочинений, выходивших когда-то в издательство «Время», многократно переиздававшихся. К сожалению, сейчас их нет в продаже. Но они много лет составляли, что называется, ядро ассортимента. И эти десять томов, они наудивительно легко читаются. Там Сандро Исчегема занимает три центральных тома. И эти тома, полновесные, объемные, многостраничные, на самом деле состоят из абсолютно невесомой материи. Это какие-то очень веселые, очень такие... Местами они, конечно, жуткие и страшные, если вы помните первого Тассара. Ну, в общем, он писал о разном. И дядюшка Сандро это не такой прилизанный, засахаренный, отлакированный персонаж, такой, значит, псевдофольклора, который всех устраивает, с которым всем приятно. А много неприятных вещей, которые сейчас не хочется читать, ни тем, кто когда-либо жил там или бывал. Я сам никогда там не бывал. Я все это, значит, впитываю из книг. И мне тем драгоценнее проза Искандера, которая, конечно, абсолютно универсальна, международна и, если угодно, значит, вечна. Это уже классика, да. Тем более ценна, потому что это вещи, ну, очень далекие от моей собственной биографии. И та жизнь, которая там описана, и те повадки дяди Сандро, они запоминаются в мельчайших деталях. И принц Альденбургский со всеми его приключениями, и деревянный броневик, и складочка. Помните, Сандро показывал у себя на загривке здесь вот складку, потому что он так часто председательствует тамадой на каких-то, значит, пиршествах, застольях, что от запрокидывания головы для выпивания прекрасного, значит, абхазского вина, да, у него образовалась мозоль на шее, да, вот там вот, складка, да. Очень коваритная деталь. Такое не забудешь, что называется. Не забудешь и другое. Десятый, заключительный том собрания сочинения Фазиля Искандера назывался «Паром». И там была великолепная поэзия. Потом отдельно с сборником выходили стихотворения, которые называются «Звездный камень». Но вот такую книгу я еще в руках не держал. Это, да, самой жизни, как она называется, мягко говоря, не очень скромно, да, «Размышления, записи и афоризмы». Я открыл и ахнул. Я просто ахнул, потому что я понимал, что часть этих цитат, она как бы внутри меня уже живет. То есть она как-то встречалась мне и запомнилась. Вот не тот писатель Фазиль Искандер, который бы хорошо цитировать, выдирая что-то такое остроумное из контекста, да, такой изюм из булки наковырять. Хочется уж если цитировать так целыми страницами, а это, увы, невозможно в формате видеорассказа. А здесь, однако, ты встречаешься с мыслителем не просто острым и афористичным, а мыслителем потрясающим совершенно. Он достигает высот людей, признанных абсолютными, значит, ну не знаю, там, мастерами в этих жанрах, да, в жанре сверхкороткого высказывания, афоризма, в жанре, значит, философской мысли, да, философского изречения. Ну, Станислав Ежелец, например. Я очень люблю Ежелеца. Я не могу его много цитировать. Он, как и любой такой, значит, жёсткий писатель, это очень жёсткий мыслитель. Ежелец – это человек, который говорит нам правду о нас самих, и это довольно тяжело местами читать, а также об истории и о родной Польше, и о социальных катаклизмах, которые выпали на долю всех жителей 20-го столетия, вот, и о соотечественниках, и о интеллигенции как таковой, да. Ежелец вообще писатель довольно горький, вот, и набивающий оскомину очень быстро. Но это ничего не говорит о том, что, о его мастерстве, да, даже наоборот, это комплимент своеобразный. Таков губерман, на мой взгляд, да, Игорь Миронович умеет сказать так, что мало не покажется, и запомнишь на всю свою жизнь. Но при этом то же самое. Много в больших дозах невозможно. И тут выступает какой-то такой вот ерник, такой вот такой мыслитель, ироник внутренний, да, как вот у Левитанского, иронический человек, который говорит, а много ли надо большого искусства? Большое искусство в больших дозах, оно вредно для здоровья, ему не надо много. И получается, что мы читаем Искандера в этих коротких афоризмах, и получаем то же самое, что тот же восторг, невероятный какой-то телячий восторг, который испытываешь, когда читаешь впервые «Кроликов и удалов», «Созвездие Козлатура» или «Путь из варяг в греки». Вы помните это прекрасное рассуждение о вине, как костер, который дан нам свыше для того, чтобы согревать тело, так вино согревает душу в компании и освещает, как огонь освещает лица сидящих у костра, значит, лица ведущих беседу. Это совершенно божественно, на мой взгляд, и так далее. И вот книга, которая начинается с фразы «Грех не думать». И действительно, давайте разберемся, а что такое грех? И дальше начинается рассуждение от богословских до, значит, таких утилитарных, сиюминутных, да, но если обобщить, то получится самый-то большой человек, самый большой грех для Homo sapiens, как вида. Это не думать. Потому что это единственный инструмент, который дарован природой нам и только нам, и больше никому. Никому и ничего. Вот подумайте, грех не думать. Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся беспредельными. Потому что наши возможности не так уж малые. Это называется выученная беспомощность, если говорить языком современной практической психологии. Знаете, из всех этих пособий, да, как добиться того и добиться сего. Выученная беспомощность – это когда тебе 99 раз говорят, да зачем ты дергаешься, все равно это все бесполезно, ничего не получится. Это как бы пустая трата времени. И на сотый раз ты уже сам повторяешь. Да зачем я буду это делать? Вот, потому что все равно не получится. Выученная беспомощность. Наши возможности, они гораздо шире. Если мы их используем для добра, то возможности добра становятся безграничными. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Как это прекрасно. И это почти прямая цитата из Лихачева. Вы же помните, да? Что такое мудрость? Это ум плюс доброта. Ум без доброты – это хитрость, а не мудрость. Вот. Но это Лихачев, это публицистика, да? А здесь поэзия. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Вы знаете, есть в этом что-то такое неувовимо, потрясающе поэтичное и неувовимо материальное, вечное. Вот оттуда, из этих абрикосовых рощ, из этих хижин, из этих тенистых тропинок в саду, которые возделывали поколение предков. Именно настоянные. Потому что настойки они делали тоже сотни лет и достигли в этом необычайного совершенства. Это, знаете, как у Гаспарова есть прекрасный пример. Значит, на границе владений в Афинах, да, разделяющих земли, там, того, те и от других, да, значит, стоял межевой камень, ну, типа нашего столба с объявлением, да, значит, на котором было написано «Я – граница, значит, площади народного собрания». Не здесь граница, а «Я – граница, площади народного собрания». Насколько это выразительней и образней, резюмирует Гаспаров, да, вот, значит, комментируя вот этот вот маленький эпизод. Доменчайшая деталь, да. Ну, вот, вот это вот, и вот этого, вот этого, то, о чем я долго пытаюсь рассказать. Целая книга, десятки и десятки страниц, одна лучше другой. И цитировать можно бесконечно. Животные вообще никого не передают, не предают, предают только люди. Действительно, животное может многое убить, жестоко убить, играть с жертвой, прежде чем убьют, но предать не способно. Вот это свойство только человека. Лучший страж добродетели – вынужденные добродетели. Прелестный комментарий, не нуждается. Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел. Это так хорошо. Кто в молодости не революционер, а в старости не консерватор, тут и не живу, пожалуй, на этом свете. Но это я тоже перефразирую с доменитой афоризмом, уже не помню чей. Зависть – черная повязка на глазах разума. И действительно, завидующий человек не видит очевидного. Я верю, но не громко, как это ёмко сказано. Потрясающе. Вразумить жену не удалось еще ни одному поэту. Я пойду скажу об этом жене, честное слово. Василий Вудуевич. Ну действительно, многие пытались по-видимому. Я не говорю сейчас об Искандере, я не знаю, удавалось им или нет. Но как это грустно, господа, разумеет жену, не удалось еще ни одному. Вдохновение – это состояние одержимости истины. Лучше не скажешь. Это, понимаете, это пушкинская точность формулировок. Состояние одержимости истины. Юмор делает серьезное еще более серьезным. Ну да, действительно, доведи до максимума, до абсурда. Гнивой человек сам свой запах не чувствует. О, как это хорошо сказано. Море – великий примиритель. Знаете, море и еще котики обладают таким свойством. Вот погладил кота, да, великий примиритель. А как это работает, никто не знает. Слушайте, я дальше могу бесконечно просто читать вам эту книгу. Обязательно не пропустите, если будет такая возможность. Это совершенно прекрасный подарок всем, кто только любит Фазилия Искандера. Вот именно вот изюм из булки. Лучшее, короткое, бесконечно мудрое и очень-очень доброе. Спасибо за внимание. Спасибо.